Всем привет друзья! Сегодня я продолжаю тему различных питающих устройств, а точнее блоков питания. На обзоре у меня будет два бескорпусных блока питания для самоделок. Вот такой небольшой блок питания на 12 вольт 1.5 ампера или 18 ватт мощности. Схемотехника здесь достаточно стандартная, но в то же время эффективная. Есть обратная связь и различные защиты, поэтому блок питания достаточно надежный. Интереснее корпусного варианта он например ценой. Обошелся он мне 130 рублей и при этом как вы видите он новый. Также заказал для теста аналогичный вариант, но на 2 ампера, то есть 24 ватта. Как вы видите по схемотехнике здесь практически один в один, но компоновка рассчитана на большую мощность. При этом и по размеру он покрупнее и обошелся он мне в 200 рублей. Ранее я тестировал аналогичные блоки питания. На 12 вольт 2 ампера и на 12 вольт 3 ампера, но 2 ампера немного отличался, он был полностью на зеленом текстолите. При этом цена на них сейчас выше и этот 2 амперный блок питания выглядит преимущественно. Вот кстати тот самый 3 амперный блок питания. Как видно схемотехника идентична, но за исключением габаритов. Как вы помните этот блок питания показал себя очень хорошо и я могу смело порекомендовать его. Для самодельщиков очень важный параметр это габариты. Начнем с полутора амперного блока питания. В длину он 65 миллиметров, в ширину 33, а высоту по самой высокой точке, то есть по трансформатору, с учетом выступающих ножек около 23 миллиметров и его 2 амперный собрат немного больше. Длина 70 миллиметров, ширина 38, а наибольшая высота 25 миллиметров. Начну наверное сразу защиты от короткого замыкания. У полутора амперного блока питания такая защита присутствует. Теперь проверим эти блоки питания на нагрузку. На холостую 12,2 вольта. При одном ампере напряжение держится в районе 12 вольт и когда выкручиваем ручку до 2 ампер, блок уходит в защиту. Но не забываем, что блок полутора амперный, поэтому устанавливаем ток номинальный полтора ампера. Напряжение как мы видим 11,9 вольт, то есть все как заявляет производитель. Защита от перегруза срабатывает около 1,9 ампер. А теперь тест на длительную работу. Как видите блок питания проработал более 4,5 часов при номинальной нагрузке полтора ампера. При этом напряжение стабильно стоит 12 вольт. И максимальную температуру, которую удалось зафиксировать, это на трансформаторе 76 градусов. При температуре в помещении выше 25. На самом деле это очень неплохое значение. Хорошее влияние оказывает отсутствие корпуса. А теперь пришло время 2 амперного блока питания. Здесь нахолостую также 12,2 вольта. При номинальных 2 амперах напряжение 11,9 вольт. Блок уходит в защиту при каких-то нереальных 3,5 амперах. На мой взгляд это завышенный порог. 2 ампера в течение 4 часов блок питания продержал без проблем. Напряжение не снизилось ниже 11,9 вольта. И трансформатор разогрелся менее чем до 70 градусов. А вот при 3 амперах, при которых напряжение также значительно не снизилось, буквально через 10 минут работы трансформатор разогрелся уже почти до 100 градусов. В таком режиме работать я бы надолго его не оставил. Хотя кратковременные полуторакратные перегрузы этот блок допускает. Так же как в предыдущем варианте, здесь присутствует защита от короткого замыкания. В общем мне оба эти блока понравились. Соотношение цена-качество на высоте. Поэтому могу смело рекомендовать их для самоделок. Все ссылки как обычно ищите в описании. Спасибо за просмотр. Ну а на сегодня все. Всем удачи. Всем пока.